Всем добрый вечер. Начинаем занятие. Меня зовут Сергей Чироков. Поставьте плюсики, меня слышно хорошо. Замечательно. Значит, сегодня будем разбирать практически созданный один из моих сайтов. Я сейчас включу показ экрана и зайду на Vweb-сервис. Поставьте единичку, если я пока с экрана пошел. Так, замечательно. Вот наш Vweb-сервис. На этот сервис вы можете зайти, просто набрав v-webs.com. А можете зайти через наш поисковик. Наведете на V-сервисы, домены и хостинг. Можете через кабинет, через раздел V-сервисы. Там так же называется Vweb-с. Поехали дальше. Если вы на главную страницу Vweb-са зашли, здесь My Account. Нажимаете. Переходите на страницу, где надо ввести свои данные. Зашли на такую страничку. Вам нужен вот этот раздел My Service. Когда у вас заказан домен на нашем сервисе Vweb-с, у вас будет единичка здесь. Сейчас поставлю русский. Единичка вот здесь будет и единичка вот здесь будет. Тогда, значит, все работает. Заходите на My Service, то есть на верхнюю строчку этой единички. Видите свой домен. Нажимаете посмотреть данные. И тут есть вход в C-панель. То есть вот это нас сейчас интересует кнопочка. Вход в C-панель. Открывается такое содержимое нашей C-панели. Значит, из этого что будет нам интересно. Во-первых, диспетчер задач будет интересен. И раздел программное обеспечение службы RV Site Builder. Запись будет. Запись идет. Поэтому запись будет. Потом более подробно будете останавливать и смотреть. То есть еще раз напомню. Из раздела C-панели должно вас интересовать раздел диспетчер файлов. И если вы хотите сделать под домен. Раздел домены. И само программное обеспечение. На чем делать будете сайт. То есть сам конструктор. Значит, конструктор. Вот уже встроенный RV Site Builder. Если RV Site Builder вам не нужен, у нас есть Фантастика Deluxe. Вот не так давно, скажем, буквально на днях разбирали, как через Фантастика Deluxe установить WordPress. WordPress установился легко. Проблем не было. Так. В данном случае буду разбирать вот этот сайт. Сейчас вам покажу какой. Вода. Основа всего живого на земле. Самый ценный природный ресурс. Автоматически. И еще такая фишка есть. За самим сайтом фоновое изображение, такое, в виде водопада рющегося. Все это можно у нас сделать. Здесь две странички. Теперь поехали по порядку. Значит, первое. Я сделал поддомен. Вот такой поддомен. Есть основной сайт, основной домен. А есть поддомен. Вот в поддомен я запихнул вот этот проект. Значит, как сделать поддомен. Раздел домены. Выбираем. Раздел субдомены. Кликаем. На первой страничке. Вот. Написано. Субдомены. Вот здесь вводите название своего поддомена. Ну, допустим, я наберу такой домен. Тест. Вы можете назвать как угодно. Кликайте по вот этому пулю. Он выделен. И у вас должна появиться вот такая строчка. Паблик, HTML, касая черта, тест. То есть, вот это слово тест и вот это слово тест. Это название. Вот это будет название поддомена. А это будет папка на хостинге. То есть, сайт у нас состоит из множества разных файлов. И эти файлы находятся где-то там в интернете. На сервере компании. Все файлы у нас структурированы. Отдельно файлы и отдельно папочки. Вот как у вас на компьютере. Все по папочкам разложено. Где-то фотографии, где-то музыка, где-то видео, где-то программы и так далее. Аналогично и здесь же все происходит. Значит, после этого нажимаете кнопочку создать. Происходит процесс создания каталога на хостинге и естественно поддомена. Они будут одноименные. То есть, это занимает немного времени, но без этого никуда не денешься. Так, создание субдомена. То есть, получилось слово тест. То есть, поддомен дальше идет точка. Даже могу вот так увеличить. Дальше точка. Дальше Megamani.bis основной домен был создан. Все. Поддомен создали. Нажимаем go back. Аналогичным образом я делал поддомен. Вот он. Dom-land Megamani.bis. То есть, вот он. Дальше. Больше вам ничего не надо здесь делать. Сейчас, как его удалить. Я выбираю вот этот поддомен, если он вам нужен. И с правой стороны есть кнопочка удалить. Нажимаете удалить. Здесь вас спрашивают удалить субдомен. Да. Подтверждаете и поддомен удаляется. Так. Ладно. Пускай пока грузится. Я еще одну вкладку открою. А. Удален. Назад. Значит, чтобы вернуться на C-панель, на главную, с левой стороны есть кнопочка home. Нажимаете. Вернулись на исходное место. Дальше. Дальше. Дальше нам нужно открыть конструктор. Выбираете программное обеспечение службы раздел. RV Site Builder. Кликайте. Открывается сам конструктор. На этом конструкторе сайт делается буквально в три шага. Сейчас вы все это увидите. Значит, здесь у меня написан текущий проект. Я его назвал домленд. И можно нажать редактировать. Значит, у вас будет новый проект созданный. Поэтому есть кнопочка создать проект. И есть ссылочка восстановить проект. Я и это, и это сейчас расскажу, что это такое. Значит, если вы будете с нуля создавать проект, нажимаете вот так. Создать проект. Нажали. Открылось окошко. Здесь пишите имя проекта. А вот эти данные, по желанию, можете потом добавить. Допустим, наберу слово тест. Дальше. Вот тут галочку оставьте. Это будет мобильная версия сайта. Значит, эти сайты на RV Site Builder, то есть шаблоны, они адаптированы. И поэтому на мобильных устройствах они более-менее нормально показываются. Конечно, не так, как на мобильном конструкторе на нашем, Access Mobile, но все равно. Дальше. Вот здесь вы устанавливаете количество страничек. Можете одну оставить, но одна должна быть в любом случае. Значит, вот здесь бизнес. Это список категорий. Можете оставить как бизнес, можете выбрать что-нибудь другое. По большому счету это не столь важно, потому что все шаблоны на сегодняшний день, они примерно одинаковые. И все взаимозаменяемые. Давайте для образца я начну как бы с теста. Нажимаете сохранить. И после этого нас переводит на система, вот видите, раз, два, три. Три шага. Сейчас переходим на шаг первый. То есть выбираем шаблон. Сейчас загрузится до конца. Значит, шаблонов на самом деле много. Шаблоны разбиты по категориям, то есть бизнес, свою модель ввести, все категории, дом и сад и так далее. По большому счету, можете поковыряться, но они не столь важны. Сейчас я объясню почему. Сейчас я вот так уменьшу. То есть, когда вы наводите на картинку с шаблоном, то открывается вот такая картиночка, где показано, как будет выглядеть этот сайт. То есть, вот такой вариант, вот такой вариант, там, 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 там. Значит, если вы хотите изменить шаблон, нажимаете на вот эту кнопочку внизу. Если вы хотите предварительно посмотреть, нажимаете на вот эту лупу. там значок лупы есть. То есть, вот так он будет выглядеть. Значит, из рекомендаций выбирайте любой шаблон, потому что вы будете все равно менять фон под себя, менять картинку под себя. Содержимое вы и так запомните. Поэтому, первый попавшийся можете нажать выбрать, и нас система сейчас перекинет на второй шаг. Фактически, мы можем делать сайт, находясь, ну, выйдя в интернет, с любого устройства, работающего и под Windows, и под Linux, и под Macintosh. Потому что мы не используем, фактически, то есть, нам нужен браузер. Лучше, конечно, использовать для данного конструктора Mozilla. Потом браузер, сейчас я вам покажу еще какой браузер. Он называется Palimon. То есть, вот так пишется. Palimon. Это такой же браузер, как Mozilla. И еще браузер есть Ciamanky. То есть, вот эти три браузера, которые адекватно работают с конструктором RV Site Builder. Такие браузеры, значит, как Google Chrome, Chromium и подобные, созданные на движке Chromium, они плохо работают с RV Site Builder. То есть, с ними, ну, неудобно работать. Будут у вас некоторые моменты не включаться. Так, теперь дальше. На втором шаге мы можем изменить вот эту картиночку, закидать свои картинки. Чтобы, вот смотрите, видите вот этот слайдер. Можно менять самому, а также эти картиночки автоматически меняются. Значит, эти картинки мы делаем вот здесь сразу. То есть, та картинка, которая изначально была, мы ее спокойно удаляем. Значит, где ее удалить? Вот здесь, баннер Image, это картинка, вот баннер. Вот есть шестероночка, вот нажмем на шестероночку, вот она картиночка. Значит, рекомендуемое разрешение картинок 940 на 450 пикселей. Значит, перед тем, как загрузить картинки, сделать их в таком формате, с таким разрешением. Вот все вот эти картинки я подгонял под формат 940. То есть, 940 это длина, то есть, в ширину сейчас, и 450 это высота пикселей. В любом графическом редакторе это можно сделать. Значит, вот эту картиночку удаляем, потому что изначально вам под проект она не нужна. Значит, как удалить? Здесь есть корзинка, нажимаете корзинку. У нас спрашивают удалить либо закрыть. Нажимаем удалить. Все, нет картинки. Дальше, чтобы нам добавить картиночку, здесь же баннер Image написано, ниже Add Image. Нажимаем Add Image. Дальше, нажимаем Обзор. Так, разные картинки. Сейчас, допустим, выберу какой. Don't want. Don't want. Ну вот они, картиночки. Нажимаем Открыть. То есть, разрешение 940 на 450 должно быть. Еще раз повторю. И если у нас вот так открыто, то мы вытягиваем изображение полностью до краев. Чтоб вся картинка у нас поместилась. Значит, ну этот баннер слишком такой большой, ну ничего страшного. И нажимаем «Да», то есть «Установить». Все. Баннер уже находится на месте. Если нам нужно сделать серию баннеров, и чтобы они менялись, надо, значит, добавить еще баннера. Значит, как добавить? Здесь же баннер «Image». «Header» — это первая картинка, которую сейчас загрузили. Дальше кнопочку нажимаем «Add Image», «Добавить еще». Нажимаем «Обзор», выбираем еще какую-нибудь картинку. Вот. И растягиваем полностью, чтобы она была. И вот здесь показано внизу «Size U Header Banner», то есть размер вашего головного баннера. 940 на 450. То есть это как бы оптимальный такой вариант разрешения. Потому что эффективно выглядит. И нажимаете «Да». Все. У нас две картинки есть. И видите, картинки уже самостоятельно меняются. Автоматически. Ничего вам больше не надо. Никакое время настраивать. Если вам нужна еще картиночка, нажимаете также «Add Image». И добавляете столько, сколько вам нужно. Поехали дальше. Значит, следующий элемент. Вот эта штучка. Логотип называется. Значит, на втором шаге есть такой раздел «Брендинг». Здесь раздел «Логотип», «Название компании», «Слоган», «Ставить текст», «Загружить изображение». Нажимаем «Логотип». Выбираем «Обзор». У меня логотип уже подготовлен. И я сразу сделал с фоном. То есть я сейчас сделаю такой предпосмотр. То есть сразу сделал фон. Кто владеет фотошопом, это хорошо. Хотя бы в любом редакторе. Это можно сделать. Потому что это графика. Нажимаете «Открыть». И нажимаете «Да». То есть видно, что картинка загрузилась. Так, картинка вот. Теперь смотрите. Чтобы вверху был отступ между верхней кромкой сайта и серией баннеров. Значит, здесь есть вот такой ползуночек. Берете вот так и перетаскиваете. То есть делаете нужный отступ. Допустим, вот так. Так, я чуть уменьшил. Значит, дальше. Менюшка. Здесь, в выбранном шаблоне, она вот так здесь находится. Эту менюшку можно изменить. Меню мы можем изменить вот здесь. Сейчас у нас стоит «Above Banner», то есть над баннером. Если поставим вот так, будет вверху менюшка. Если кликнем на верхнюю, то будет под баннерами. Менюшка. Дальше. Вот этот цвет фона. Как его поменять? Вот здесь есть палитра цветов. Берете и меняете. Выбираете нужный вам цвет. Какой у вас устроит? Какой у вас устроит? Этот цвет здесь. Теперь дальше. Вот это текстовка. Вот я выделил, скопировал. Это заголовок. Значит, как его вставить? Здесь есть в разделе «Брендинг» название компании. Кликаете на название компании. Сюда. И вставляете текст. Вот. Этот текст можно подредактировать. Можно сделать на него ссылочку. И вот здесь пишите URL, на которую будет ссылаться, если надо. Вот здесь можете написать какое-то название, наведя мышкой на данную ссылку, значит, будет выскакивать вот это название. Вот это Open In. Same Window. Это значит открыть в этом окне, а New Window открыть в новом окне. И нажимаете Insert. Я это делать сейчас не буду. То есть, это вот эта кнопочка. Вставить гиперлинк, то есть гиперссылку. Дальше. Естественно, здесь много системы редактирования, то есть, жирненьким можно выделить. Вот, допустим, выделили слово, нажали кнопочку «Жирненьким». Вот. Она стала жирненьким. Нужен курсив. Выделили слово, нажали на курсив. Стал курсивом. Нужен размер шрифта. Они здесь есть. Выделяете какое-то слово, либо полностью текст. Выбираете шрифт. Вот. Изменили шрифт. Дальше. Нужен шрифт поменять вообще. Выделили текст, и выбираете нужный вам шрифт. То есть, такой, такой, то есть, уже другое. И нажимаете «Сохранить». Вот у нас появилось вот это слово, то есть, название. Дальше. Это слово вы можете поменять, то есть, мышкой перетаскиваете. Перед тем, как публиковать, естественно, чтобы у вас не слетело это слово куда-то в другое место, надо закрепить. Как закрепить? Нажимаете на замочек. Вот так кликаете, и все. И вы уже не сдвинете никак. Пока не накликните на замочек, чтобы можно перетащить. Вот нажимаете на замочек. Дальше. Вот это тоже самое. Можно закрепить. Кроме того, здесь можно изменить размеры. Кликайте на эту кнопочку, и можете изменить. То есть, вот эта кнопочка позволяет сохранить размеры ширины и высоты. Если надо подредактировать, нажимаете на карандашик. Если надо удалить, нажимаете здесь. Значит, закрепить всегда. То есть, если поставили какой-то элемент, кликните на закрепить. Поехали дальше. Следующий элемент. Вот этот элемент. Это текстовочка. Как это сделать? Здесь же в разделе брендинг есть так называемый слоган. Нажимаете на слоган, открывается редактор, и вставляете. Здесь то же самое. Повторяться я не буду. Нажимаете сохранить. Значит, вот он, этот слоган. Берете. Как-то тут интересно выскочил. И нажимаете на замок. Почему-то он туда улетел. И в этом месте будет этот слоган. Дальше. В разделе брендинг можно еще вставить текст. То есть, например, некоторые вебмастера делают свои контакты в правом верхнем углу. Значит, как туда закинуть свои контакты? Нажимаете слово текст. Пишите свои контакты. То есть, что-то там набрали. Теперь, допустим, вам нужно, чтобы это слово было кликабельное. То есть, человек, допустим, перешел на ваш сайт и кликнул там, например, на Skype и вызвал Skype. Тогда здесь надо уже включить ссылочку. Нажимаете Hyperlink. И вот сюда в URL надо написать HTML-код. Так, на Skype, по-моему, пишется вот так. Skype. Два и точия. Ваш ник в Skype. Ну, допустим, я свой напишу. Дальше. Ставите вопрос. Знак вопроса. И ставите слово call. Вот так. И нажимаете insert. Ну, напишу сразу Skype. То есть, это будет ссылочка уже кликабельная. И нажимаем сохранить. И, например, вот сюда. То есть, маленький шрифт, естественно, можно подредактировать. И нажимаете в замок. И после публикации можно кликнуть на эту ссылочку, и она будет активной. Так. Что еще тут можно сделать? Загрузить изображение. То есть, можете еще картинки закинуть, там где-то разместить на верхушке. Дальше. Вот этот фон изменить можно следующим образом. Переходим к следующему моменту. Навигатор. Навигатор. Так. Это будет... Сейчас посмотрим. А. Навигатор у нас отвечает за раздел, где у нас менюшка находится. То есть, вы можете все подогнать под нужный цвет, который вас устроит. Дальше. Вот этот раздел style. Это означает стиль кнопочек. Вот, допустим, нажимаю на пятерочку. Так, сейчас чуть более такое посветлее. Допустим, вот, двенадцатый. То есть, появляются такие округлости. Стилей тут достаточно много. То есть, можно что-нибудь подобрать. То есть, прямоугольнички кому-то нравится. Какие-нибудь четырнадцать. Здесь будет, ну, вот так открываться. И так далее. Дальше. Навигационная панель можно сместить в левую сторону, посередине и в правую сторону. Как это сделать? Вот здесь есть navigation олиган, то есть, размещение. Сейчас стоит left, то есть, в левую сторону будет смещена менюшка. Если поставлю центр, то будет по центру все равномерно распределено. Если на right, значит в правую сторону. Кроме того, вы можете каждую из этих кнопочек индивидуально изменить. Значит, для этого есть такое колесико разрешения. Расширенное. Здесь вы можете поменять цвет, блокировка цвета фона, блокировка цвета границ, шрифт изменить. Эта шрифт будет отвечать за надпись на менюшке. Дальше. Стиль шрифта. Нормальный, вертикаль и так далее. Дальше. И размер шрифта. Тоже можно изменить. Дальше. И, в общем, все можно поменять. Если вам менюшка не нужна, значит, вот здесь можете вместо слова show выбрать слово hit. Если не нужен субдомен, субменю, вернее, можно показывать, можно скрыть. И нажимаете обновить. Единственный момент я заметил на этом конструкторе в последнее время. Если мы ставим скрыть меню навигации на слово hit, тогда у нас вот эти слайды, вот эти картинки, они не меняются. Будет одна из первых картиночек стоять стационарно и все. Видимо, это связано с последним обновлением. Поэтому на hit лучше не ставить. Либо ставьте, делая какой-то постраничник, но тогда не используйте слайдер. Либо ставьте show и там где-то кнопочка на меню будет. Нажимаете обновить. так, поехали дальше. Содержание. Содержание. Так, ну в этом содержании я фактически никогда ничего не менял. Не приходилось. Поэтому рассказать ничего не могу, экспериментировать сейчас не будем. Дальше. Website сеттинг. Так, это, это, это что будет? Так, минутку. Что-то должно измениться. Значит, да, вот эта кнопочка веб-сайт сеттинг. Нажимая сюда мы меняем фон за сайтом. Здесь будет чисто такой монотонный фон. Дальше. Здесь настроечки идут мобильной версии сайта. Нужна она, ставим enable. Не нужна, ставим disable. Дальше. Если на мобильном сайте кто-то будет пользоваться, что должно быть видно на сайте? Какие разделы? Компания, слоган, логотип, хидер. То есть, это вот эти настроечки, вот эти элементы, которые мы вверху ставили. Теперь дальше. Как же поменять не монотонный фон, а с картиночкой. То есть, вот как у меня. Сзади я сделал такой водопад. То есть, я уменьшаю, там водопад льется. Увеличу сайт, закрываю сайт. Значит, фактически это стоит картинка в формате GIF. Значит, кто не знает, у нас есть несколько форматов графических. То есть, формат JPEG очень распространенный, используется вот в картинках в основном. Формат PNG и формат GIF. Вот GIF-овский формат, он как раз позволяет сделать движущуюся картинку. Многие замечали в интернете. Так, теперь как его подключить? Здесь есть сайт Properties. Кликаем на сайт Properties и здесь есть редактировать CSS. Кликаем сюда. Здесь надо просто вставить код и ставить ссылочку на данный фонд. Значит, какой код? Какой код? сейчас я вам поищу скажу. Так, нотку. фонд. CSS. значит, вам нужно будет вставить вот такой код сюда. Так, я копирую и вот сюда вам всем дам. Попробую передать. Не знаю, получится, не получится. О, кошмар, что получилось. так, значит, в этом коде надо будет указать ссылку на картинку. Значит, вот эту ссылочку надо изменить. Значит, как это сделать? Копируем этот код. вот здесь. Это можете оставить как есть и вставить. То есть, вставили. Так, сейчас чуть увеличу побольше. Выделяете между скобок вот это это значит ссылка на картиночку идет. Выделили эту ссылочку и теперь нажимаете на пиктограмму картинки. Ставите изображение. Тут везде подсказки есть. Кликайте. Значит, заранее естественно подготовьте свою картинку. Кликайте на папку LocalFile. Здесь у вас будут все картиночки. Значит, как сюда картинку загрузить? Вверху есть слово загрузить. Нажимаете. и можно выбрать сразу несколько файлов, чтобы загрузить. Допустим, вот пять файлов. Будет значит пять кнопочек обзор. Но нажимаете на одну из них. Ну, допустим, вот такую кнопочку. Вот такую картиночку я возьму сейчас. Нажимаю открыть и нажимаю загрузить. Вот картиночка. Нажимаю кнопочку ставить. В итоге получилось здесь все изменилось. То есть, вот оно название картинки в формате jpeg сейчас. Если у вас будет в гифе, значит, будет окончание гиф. напомню, это будет картинка такая живая. И нажимаете кнопочку обновить. Все, закрываете. И после этого нажимаете вот эту кнопочку. Это обязательно. Если вы здесь на втором шаге что-то делаете, обязательно вторую вот эту кнопочку большую update template нажимаете и происходит обновление, то есть закрепление всего. так, после этого на втором шаге, когда вы с шаблоном разобрались, переходите на шаг третий. То есть по факту, еще раз напомню, на первом шаге мы выбираем шаблон, как вы поняли, мы можем любой шаблон взять по умолчанию и сделать под себя, потому что все равно это надо будет. Поэтому ковыряться там в тысячах шаблонах не имеет смысла никакого. И переходите на третий шаг. Значит, здесь название страницы по умолчанию называется домой. Вы можете естественно убрать и назвать как-то по-другому. Допустим, главное. Вот, и будет у вас название главное. Теперь еще такой момент. Здесь сразу же стоит сделать такие настроечки. Во-первых, чтобы у вас название было вверху отображалось и вот эта ссылочка тоже правильно отображалась, если у вас будет страничка. Значит, как это сделать? Здесь есть раздел дополнения. нажимаете. Название страницы. Вот это название страницы это вот она вверху браузера отображается. Вот название страницы. Вот. Значит, как изменить? Нажимаете раздел редактировать и пишите это название страницы. Нажимаете сохранить. Вот заголовок мы поставили. Теперь дальше надо сделать еще чтобы например кликая сюда сейчас вы видите чтобы было вот такое название окончание. Так сейчас автоматически включается видеоролик. Минутку. Значит как это сделать? Именно название на английском языке лучше. Потому что кириллица если вы будете в скайпе допустим скидывать то кириллица она будет там со знаками всевозможными выдавать ссылочку URL. Значит здесь написано имя файла страницы. Кликайте сюда. Так и вот здесь текущее главное мы меняем на английский вариант. Допустим вариант индекс к примеру и нажимаете сохранить. А не пойдет. Ну допустим main ничего хорошо напишу главное тогда главное главное то есть есть слова которые уже заранее забиты в систему которую не надо использовать. То есть лучше конечно по названию проекта нажимаю сохранить и вот текущее имя файла было изменено индекс не используйте потому что индекс правомолчании уже встроен не может быть два одинаковых файла с одинаковым названием. Все после этого имеет место конечно перейти к редактированию самой страницы страницы главной. Также здесь в разделе дополнения можно настроить метатеги и эффекты страницы. Значит по эффектам страницы я вам скажу они работают только в браузере интернет-эксплойер. В Mozilla или в Google Chrome от того что вы здесь будете что-то настраивать никакой роли ничего не почувствуете. Здесь конечно хорошие эффекты но увы под Mozilla они не работают. То есть что это за эффекты? У вас сайт открывается и при переходе на какую-то другую страничку внутри сайта эта страничка сайта она там допустим разбивается на кубики потом сворачивается заворачивается и открывается новая страничка. То есть поэтому можно эффекты настроить. Но это будет работать только в интернет-эксплойере. Возможно в дальнейшем разработчики что-то сделают. Дальше здесь можно настроить также метатеги. Что такое метатеги? Метатеги это относится к разделу внутренней оптимизации сайта. То есть мета-ключевое слово то есть это те слова которые как бы мы думаем что потенциальные наши клиенты партнеры там потребители они ищут в интернете то есть и по этим ключевым словам данный сайт может попасться на первой странице на второй на третьем на десятый и так далее. Конечно вот эти мета-ключевые слова надо подбирать. Существует множество ну как бы не множество но ряд инструментов с помощью которых можно подобрать ключевые слова. Это например тот же сейчас вам покажу так access вот например так это что такое покинуть а нет остаться так 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 access статистика ключевых слов вот стат я вам сейчас сброшу дальше статистика ключевых слов google adwords и второй сайт google adwords что-то там много всего что-то такое прыгает ну ладно как есть я вам сброшу там разберетесь значит второй google adwords и на тех сервисах можно подобрать ключевые слова значит я сейчас покажу на примере того же линук того же яндекса статистический ключевых слов яндекса так вот зашли на яндекс вот старт яндекс точка ром и пишите например ключевое слово какое-то думая с точки зрения потребителя пользователя вашего сайта чтобы именно ваш сайт выдала поисковая система выдача по запросу допустим слово заработать денег деньги в интернет нажимаем слово подобрать и вот к примеру заработать деньги в интернет яндекс нам выдал 18 тысяч показов за месяц то есть столько примерно люди искали в яндексе столько делали запросы значит можно конечно там более точно пропал показ экрана бывает такое так ой сейчас минутку еще разок сейчас покажем пока с экрана будет минутку поставьте единичку если показ пока хорошо замечательно все значит друзья если вы зайдете на wordstat яндекс.ру и здесь вы можете сделать подбор ключевых слов думаю уже с точки зрения потенциального потребителя в интернете то есть допустим вот люди ищут заработать деньги в интернете много ли людей ищут давайте посмотрим набираете слово нажимаете кнопочку подобрать и у вас система выдаст ряд запросов то есть вот сейчас 18 тысяч показов естественно часть из этих показов это мусор сейчас я вспомню как я делал можно поставить вот так вопросик две такие кавычки восклицательный знак вот так то есть сделать более так скажем точно допустим вот так и нажимаете подобрать здесь уже будет более точно было много стало меньше добавляем и ищем то есть более точно по словам заработать в интернете было за последний месяц 544 запросы то есть как бы вот с этой точки зрения надо смотреть опять таки все эти запросы это приблизительные более точно естественно никогда не получится потому что нужно анализировать и с точки зрения яндекса и гугла и других сервисов и уже еще думать по интуиции что люди будут искать по вашему проекту так теперь поехали дальше то есть вот в разделе метатеги значит мета ключевое слово нажимаем раздел редактировать и появляется такое окошечко значит мета ключевое слово вот тут содержание пишите подобранные ключевые слова вот на вот этот раздел конечно вы потратите ну достаточно много времени потому что нужно сделать анализ анализ так экран видно поставьте единичку следую хорошо то есть по ключевым словам нужно это так называемое семантическое ядро сайта то есть внутренняя оптимизация теперь дальше мета описание что это такое мета описание допустим вот перейду на любой поисковик допустим на нашу сайт наберут наберу работа интер значит мета описание когда поисковик нам выдает по нашим запросам есть ссылочка на сайт есть сам URL а есть вот такие вот такое описание под названием сайт вот это и есть мета описание то есть берете в этот раздел мета описание коротко буквально в двух предложениях от силы пишите суть своего сайта потому что сами знаете по опыту в интернете кто-то что-то ищет сами ищите прочитали коротко мета описания интересно не интересно кликнут человек либо не кликнут если здесь ничего не будет ну меньше вероятность то что будет переход на данный сайт так и нажимаете сохранить опять таки обратите внимание 500 символов максимально можно в каждом разделе так теперь дальше редактировать страницу нажимаете раздел страницы и нажимаете карандашик редактировать нам система предлагает выбрать шаблон страницы то есть как на странице будет сам контент размещен можно выбрать одну страницу то есть без боковых панелей можно выбрать как бы по образцу естественно вам придется все это удалять либо заменять но придется поковыряться либо можете выбрать сайт с двумя колонками колонка будет с левой стороны такая узенькая можно с левой стороны более широкую колоночку здесь выбрать можно с правой стороны более широкую колоночку либо выбираете с контентом ну вы будете конечно вариации. Дальше можно выбрать три колоночки. Ровно три, то есть с одинаковой шириной, чтобы было три колоночки. Можно выбрать так, чтобы посередине была широкая колоночка, а слева-справа узенькая. Замечали, конечно, лазая по разным сайтам, что контент справа делают, слева-посередине текстовочка основная. Либо там, допустим, вот у меня сделано основное посередине, а колоночка с правой стороны широкая. То есть я взял такой шаблон из двух колонок. С узкой не брал, потому что там проблемы, в общем, узенькая она не подойдет, потому что, если вы хотите вот эти социальные группы добавить, то при узенькой будет вот такая узенькая и там вообще ничего не видно. Поэтому берите с широкой второй полоночкой, второй колоночкой. Широкой значит либо вот эту, будет тогда с левой стороны, либо вот эту, будет с правой стороны колоночка. И тогда все у вас будет красивенько, вот как вот здесь. То есть все читабельно. Если узкое, ну сами понимаете, что там можно рассмотреть. И выбираете, нажимаете выбрать. Сейчас страница загрузится и дальше уже переходим уже к процессу редактирования. Так, загрузилось. Загрузился редактор. Вверху у нас есть разный элемент. Для редактированного содержимого. Значит, у нас есть три основных раздела, которые нас будут интересовать. Раздел дизайн, источник и схема модели. Значит, раздел дизайн. Это мы редактируем содержимое конкретных наших блоков. Либо раздел посередине, либо раздел дополнительной колонки в режиме дизайн. То есть то, что мы видим, то и будет отображаться. В разделе источник у нас будет отображение в виде HTML кода. А раздел схема модели, это означает, что мы можем вверху дополнительно баннер сделать, сбоку справа дополнительно и внизу подвал. Это в немножко по порядку. Значит, посередине, естественно, вы пишете там какое-то название своего, этой странички, допустим. Это страница. Чтобы было посередине, кликайте вот здесь вверху посередине. То есть точно так же, как в Microsoft Word. Вот, чтобы текст у вас был по большим размерам, у нас есть изменить размер. Кликайте на размер. Здесь вы можете больше, чем значение, но лучше, конечно, сделать в виде заголовка. Выбирайте второй заголовок. Вот это будет первый, вот это будет второй. Сейчас попробую поменьше. Ну, просто по опыту знаю. Это будет второй. То есть это страница. То есть вот здесь будет отображение H2, то есть это второй заголовок. Он самый оптимальный. Вот здесь вы можете это увидеть. Вот он. Это второй заголовок H2. Вот это H1, первый заголовок. Он будет крупнее. Так. Дальше. Кликнули здесь, кликнули внизу. Здесь уже заполняете свой контент. Значит, как заполнять контент? Пишите, как в Microsoft Word. Но единственный такой момент. Если вы используете Microsoft Office для редактирования текста, и когда вы переносите в редактор, то Microsoft Office вам дополнительно привнесет избыток кода. Это, конечно, не очень хорошо. Поэтому я вам рекомендую использовать вот такую программу по названию Notepad++. То есть когда вы где-то сделали текст в том же Microsoft Office, вы сюда перенесите текст. Сейчас я образец возьму. Microsoft Word. Вот. Так. Копировать. Так. Ну чего это? Так. Я взял, открыл его. В страницу борда. Допустим, здесь напишу там какой-то текст. Можно здесь, конечно, сделать какое-то редактирование произвести. Поставьте единичку, если видно экран. Потому что может слететь пока с экраном. Хорошо. То есть что я хочу сказать. Если вы в Word сделаете текстовку, проверите, конечно, желательно проверить на ошибки. Как проверить в Word нажимаете клавишу F7. F7 нажимаете. Так. Ну что? Ну то нажал. F7. Проверка выделенного фрагмента. То есть на орфографии. Завершена. Если все в порядке, значит все в порядке. Это для тех, у кого проблемы с русским языком. Нам очень помогает. Теперь дальше. Переходите в редактор. Так. Вот у нас редактор. Низу не то уберем. И здесь вставляете текст. Если вы скопировали из Word, я вам сейчас покажу, что у вас будет здесь. У вас добавляется вот этот раздел span. То есть это привнесенный дополнительный код. Если мы перейдем на источник, то вы увидите здесь дополнительный код. Вот всякие XML там. Вот эти теги непонятные. То есть они вам ничего хорошего не сделают. И вот еще куча-куча всяких тегов. Вот такой хлам мы получаем, если воспользуемся данным способом. То есть сделали в Microsoft Word и перенесли сюда. То есть это не очень хорошо. Вернусь назад. Теперь смотрите. Если возьмем тот же текст, перенесем в редактор. NotePad++ либо в блокнот. Скопируете здесь. После этого выделяете уже здесь. Копируете. Ctrl-C и Ctrl-V. Ctrl-C скопировать на клавиатуре. Ctrl-V вставить. Переходите сюда в редактор. Вставляете. И после этого я вам сейчас покажу источник. Вот так. У нас нету дополнительного излишнего кода. По сравнению с тем, что если мы скопируем Microsoft Office и просто вставим на кучу всякого хлама, выкидывает система. Либо уже чистый код. Здесь же мы можем уже отредактировать наш код так, как мы хотим. То есть выделяем текст. Если нам нужно на всю страницу, нажимаем на всю ширину. Если посередине, значит посередине. Влево, вправо. И также размер. Пролистали. Выбрали, допустим, 14-й шлифт. Вот 14-й адекватно смотрится. Вот здесь сделано на 14-й шлифте. Так. Если надо картиночку. Значит, выбрали себе место. Кликнули мышкой, куда надо картиночку. И вверху наводим на пиктограмму с картиночкой. Навелим. Вот. И сюда загружаете картиночку. Нажимаете загрузить. Либо несколько сразу можно загрузить, либо по одной. Ну, допустим, вот эту картинку. И нажимаете загрузить. Значит, перед загрузкой все картинки подписывайте. Русскими словами, либо английскими. Потому что просто ставить циферку 1, либо там абракадабра какая-то будет. Но это не очень хорошо. Почему я так рекомендую? Но это рекомендуют многие. Потому что вот эти названия, они будут участвовать в индексации в поисковиках. Например, у нас есть просто поиск по вебу, а есть поиск по изображению. И вот под словом, допустим, работа в интернете, нажимая поиск в разделе изображения, выскакивают всегда какие-то картиночки. Точно так же будет в Гугле, в Яндексе, в другом поисковике. У всех этих картиночек есть, конечно, названия. Поэтому они будут заметны поисковым роботам. Так. Теперь дальше. Название делаете. И нажимаете вставлять. Вот картинка появилась. Дальше. Еще такой момент. Нажмете на картиночку, когда она выделена, и подпишите название картинок. То есть все картинки подписывайте. Значит, где подписывать? Вот здесь всплывающая подсказка. И пишите название данной картиночки. Это тоже будет влиять на выдачу в поисковых запросах. То есть, например, лейка. Дальше. Здесь еще можно отредактировать. Отступы от этой картиночки. Наверху, допустим, пять пикселей. Слева от текста пять. Снизу. Дальше. Движение текста. Где будет текст относительно этой картиночки. Вверху текста. В середине. Вниз. Переместить влево. Переместить справа. Допустим, переместить влево. Если я ставлю так, то вы сейчас увидите, что происходит. Значит, здесь можно сделать, выставить размеры. Можно в пиксели, можно в процентах. И нажимаете встать. Теперь видите, что получилось. Я написал название. И когда навожу мышкой на картиночку, появилось слово лейка. То есть, это очень важно. Теперь я выставил с левой стороны, чтобы картинка отображалась. Уменьшить ее можно вот таким способом простеньким. И перетащить очень-очень-очень легко. Вот допустим, вот так. И подогнать, как вам нужно. Вот так. То есть, подогнали. И с левой стороны от текста будет картинка. Чтобы здесь был пробел, еще раз кликните на свойства изображений. И надо сделать расстояние, несколько пиксель. То есть, с правой стороны у меня стоит 0. Значит, ну допустим, я сделаю, если 10, нажму вставить, то появилось у нас расстояние между картинкой и текстом. Так. С этими, я думаю, разберемся. Дальше. Как сделать вот такой текст. То есть, это как цитата. Цитаты сделать очень просто. Еще раз копируем. Естественно, прогоняем через Notepad++. Здесь уже выделяем, копируем. И переходим в наш редактор. Выбрали нужное место и вставляете. Выделяете. И чтобы у нас была цитата, справа вверху есть такая кнопочка «Увеличить отступ». Нажимаете. И у нас произошло изменение такое. Так. Дальше. Как сделать здесь гиперссылочку? Значит, вот здесь есть раздел «Гиперссылка». Здесь «Удалить». То есть, допустим, выделяем слово. Наводим на эту кнопочку «Ссылку вставить». Значит, ссылки могут быть открываемые в этом окне, либо в новом окне. Значит, где это изменить? Открывать в… По умолчанию в этом окне, либо в новом окне. Выбираете, как вам будет выгодно. Вот сюда вставляете URL. То есть, адрес сайта, кликая на эту ссылочку, по этому адресу будет переход туда, куда надо. Дальше. Также рекомендую поставить всплывающую подсказку. То есть, при переходе по данному сайту, вернее, при наведении мышкой на данную ссылочку, будет всплывать подсказка. То есть, как это будет выглядеть. Например, вот я навяжу, и всплывает подсказка «Купить комплект водоснабжения». Либо вот здесь. Либо вот на вот эту картинку. «Приведи друга, получи деньги». Это как раз и есть вот эта всплывающая подсказка. И нажимаете «Вставить». Допустим, вот так. И все. После этого у нас меняется цвет, то что это будет ссылка. Теперь дальше. С правой стороны текстовка меняется точно так же, как и с левой стороны. Это одинаково. Теперь следующий момент. Так, про источник. Это редактирование в режиме HTML. Кто понимает. Тут, конечно, желательно знать язык HTML. «Схема модели». «Схема модели». То есть, «Схема модели» нам позволяет сделать… Сейчас вам покажу. У меня на сайте «Схема модели» это вот этот раздел, самый низ. И вот эта часть, самый верх. И правая колонка вся, она в схеме модели сделана. То есть, я здесь в правой колонке полностью… Так, в правой колонке полностью текстовку удалил. Нажимаю «Сохранить». И заполнение в правой колонке будет через схему модели. Нажимаю «Схема модели». Для чего я это сделал? Потому что данная часть позволяет не дублировать… Если у вас много страничек будет на сайте, то сделая один раз в схеме модели информацию, эта информация будет автоматически дублироваться на всех других страницах. Значит, в схеме модели у нас здесь есть разделы, которые можно редактировать. Верхняя часть. Вот в верхней части я разместил вот это слово. Крупными буквами. Поэтому оно здесь как бы захватывает и основной блок, и дополнительный. Вверху. Значит, как это сделать? Нажимаете на плюсик. Открывается опять-таки тот же самый редактор. Вставляете мышкой, кликаете. Выбираете, допустим, посередине. И вставляете текстовку. Теперь дальше. Если вам нужно текстовку увеличить, а я рекомендую вам в верхней части писать название и размер шрифта H1, то есть самый большой заголовок. Заголовок 1. Сразу увеличивается. И нажимаете сохранить. Естественно, сейчас система будет ругаться, потому что не было введено имя блока. То есть, please insert block name. Чтобы исправить ситуацию, вот block name вводим название. Ну, допустим, talk. На английском лучше писать. И нажимаете сохранить. Естественно, вы здесь можете добавить и баннеры, и ссылки на какие-то сайты. Все что угодно. Здесь есть также два режима. Режим, как вы видите, так и пишите. И режим источник. В режиме источник у вас будет уже html код. После того, как здесь все сохраняете, нажимаете, вернее, после редактирования нажимаете сохранить. Здесь также можно вставить и таблицы, и разные элементы. Попробуйте. Так, закрываем. Теперь дальше. С правой стороны колоночку нажимаете плюсик. И здесь уже пишите полностью правую колоночку. То есть, я писал ее вот так. Значит, как я ее делал? Значит, вот этот элемент. Это таблица была создана. В верхнюю часть таблицы закинута фотография. В нижнюю ячейку закинуты контакты. И добавлена еще одна библиотека. Чтобы отображались вот эти элементы. Значит, чтобы я не изобретал велосипед, я просто закрываю данный проект. Перехожу домой. И открою уже содержимое сайта. Потому что сейчас я рассказал основу, где куда зайти и что надо сделать. Так. Проект. Домленд. Нажимаем редактировать. Так. Здесь у меня в проекте две страницы сделаны. Значит, нажимаем первую страничку. Редактировать. Записалось. Так, так. Так, сейчас ролик выключен. Так, значит, текстовка, получается, набрана, подредактирована все. Дальше, с правой колоночки, естественно, я все поудалял. Здесь поудалял, потому что это все... Потому что правую колоночку я сделал в схеме модели. Теперь переходим в схему модели. Здесь уже все сделано, значит, write, edit. Я назвал этот блок write, нажимаю edit. Так, нажму вот здесь. То есть, вот эта кнопочка, она позволяет показать, как у нас расположены ячейки в таблице. То есть, вот таким образом. Делаете таблицу. Таблицу сделать вот здесь можно. То есть, кликаете мышкой туда, куда вам надо, нажимаете на таблицу, вставить таблицу. Пропал экран. Ага. Сейчас еще раз. Стоп. И старт. Сейчас должно быть показано. Поставьте ячейки. Хорошо. Так, дальше смотрите. Значит, как вставить таблицу. Независимо, что здесь, что в другом редакторе, вверху есть такая кнопочка, таблица. Нажимаете кнопочку. И здесь много разных кнопочек появляется. Ставить таблицу. Нажимаете. Здесь можно указать строки. Сколько вам нужно строк. Сколько нужно столбцов. Ширину этой таблицы. Либо сто процентов, либо там конкретное количество пикселей. Либо там нужно меньше процентов, чем ширина экрана. Дальше. Заголовки ячеек. Нужно или не нужно. В принципе, я ничего не менял здесь. Дальше. Ширина столбца. Можно, да, открыть ее почту на нашем сервере. Да, я сейчас расскажу. Потому что у меня открыта почта на этом сервере. Дальше. Заголовки ячеек. Можете менять, можете не менять. Дальше. Ширина столбцов. Если у вас много столбцов, вы можете выбрать разномерное распределение, автораспределение по содержимому, либо фиксированное 16 столбцов. Здесь все это меняется. Дальше. Внешний стиль по умолчанию. Дальше. Опция. Ширина границ. Один пиксель. Что это означает? Это означает, что либо будут границы, таблицы у вас видны, либо они не будут показаны. И цвет границы. Здесь можно цифрами задать, либо можно нажать на значок выбора цвета и выбираете, который цвет вам нужен. Либо из этой палитры можно выбрать цвет, либо можете выбрать из такой палитры. Либо вы можете, допустим, где-то скопировать цвет. Ну, допустим, я рекомендую пользоваться такой программкой под названием PicPic. Сейчас я ее запустил. Она у меня вот здесь внизу висит. Вот это PicPic. Нажимаете. И здесь есть цвет под курсором. Вот, допустим, нажали цвет под курсором и выбираете нужный вам цвет. Вот, допустим, вот я набил и в одном из углов компьютера экрана будет показан этот цвет. То есть вот так вот. Раз. Сейчас кликнули и появилась вот эта цифра. Нажимаете копировать. Теперь вот здесь выделяете. Вот этот диез оставляете и вставляете. И кликаете рядышком мышки. Появился вот этот цвет. То есть таким образом можно здесь изменить пропалок. Вполне возможно. Сейчас перезабросил. Поставьте единичку, если есть. Хорошо. То есть, чтобы изменить цвет, тот, который вы хотите, используйте программку, например, программка вот этот PicPic. То есть цвет под курсором. Выбираете этот цвет с помощью пипетки. Я сейчас не буду показывать, потому что выбивает пока сохранное. И после этого там копируете код и вставляете вот здесь. Вот этот диез впереди, он обязательный должен быть. Вот этот значок. И после того, как вставили, чтобы у вас вот здесь появился цвет, кликаете на поле рядышком и цвет будет отображен. И нажимаете ОК. Все. В итоге цвет изменили. Дальше. Если вам нужно сделать содержимое фона в другом каком-то цвете, тогда вот цвет фона выбираете точно таким же способом. Цветовую гамму. Как только что рассказал. Дальше. Если вам нужно вместить в таблицу картинку, то есть какой-то фон сделать. Здесь цвет фона. Так, где-то я видел картиночку. Так. Цвет фона, цвет картиночки. Или здесь. Где-то я видел в общем. А где? Не помню. А, это в другом месте редактирования таблицы. Так. Все. Когда подобрали сколько вам строк и столбцов, нажимаете Вставить. И после этого таблица будет вставлена. Я нажму Отмена. Потому что у меня здесь все есть. Теперь дальше. В верхнюю ячеечку вставляете свою фотографию, например. Как это сделать? Точно так же. Вверху. То есть кликнули сюда. Навели на пиктограмму вставить картинку. Открылось изображение. И те же самые операции. Личные изображения. Либо изображение на Фейсбуке. В этом случае вам нужно еще залогиниться на Фейсбуке. Я беру личные изображения. Выбираю какую-то нужную картиночку. И нажимаю Вставить. Картиночка будет так же вставлена, как и фотография. Теперь дальше. Текстовка. Пишите так же текст. Здесь применен шрифт адрес. И здесь же еще применен... Я загрузил такую библиотеку, которая нам позволяет сделать вот такие картиночки. Рядушком с нашими текстами. Значит, теперь такой сложный будет момент, как сделать эти картиночки. Так, сейчас открою страницу. Возьму этот код. Так, что-то... прибыл это все. Так, и где я его делал? А, я же там в скайпе все сбросил. Так. Так, так, так. Даляю ссылку. Да, я знаю, пропало видео. Сейчас я перезагружу. Значит, возьмите вот эту ссылочку. Это ссылочка на библиотеку. Сейчас сделаю показ экрана. Поставьте единичку, если видно показ экрана. Замечательно. Значит, библиотека, которая нам позволяет разместить разные такие значочки в нужных местах нашего сайта. Значит, ссылочку я вам всем дал, сохраните. Значит, иконки, которые здесь есть. Их тут очень много. То есть, вот такие, много посмотрите этих иконочек. Значит, как их использовать? Их надо загрузить на сайт, на хостинг и прописать ссылочку, чтобы наш сайт понимал, где их брать. И дальше мы указываем в нужном нам месте, то, что здесь нужна иконочка. Значит, кликну на главную. На главной странице нажимаете кнопочку Download, либо скачать. Вот у меня переводчик включился. После этого надо загрузить этот файл на хостинг. Значит, для этого надо воспользоваться одним из способов. Либо диспетчер файлов, либо веб-диск, либо через FTP. Кому как удобно. Допустим, простой способ. Диспетчер файлов. Кликаем на диспетчер файлов и нажимаем ИТИ. По умолчанию мы переходим в папку Public.html. Так как у меня домен расположен, вернее, сайт расположен в поддомене DomLand, значит, на хостинге поддомен это будет в виде отдельной папочки. Значит, вот она папочка DomLand. Там будет расположен полностью весь сайт. Кликаю сюда. Я удалил этот файл. Значит, как загрузить сюда этот файл. То есть проверяйте обязательно. Public.html касает черта и ваш поддомен. Либо если у вас будет без поддомена, то есть в основном сайте, значит, ничего тут не делайте. Просто должно Public.html быть. И нажимаете кнопочку Загрузить. Здесь, вы здесь ничего не меняете. Нажимаете Обзор. И выбираете в загрузках. Либо в том месте, где у вас находится ваш... Куда загрузился этот файл. Так. То есть вот он, этот файл. Вот он. То же самое. И нажимаете Открыть. Теперь справа внизу такая строчка появляется, полосатая. Здесь показано, что идет загрузка и слово Комплет. Комплет означает Выполнено. Нажимаете на Комплет и нажимаете на вот эту ссылочку. Переходите и ищите этот архив. То есть вот он. Тот архив, который мы скачали с библиотекой. Теперь далее. Правой клавишей щелкаете и нажимаете кнопочку Экстракт. Экстракт распаковать. Значит, проверяем. Паблик HTML, то есть путь, куда нам надо распаковать. Дальше. Касая черта, название вашего поддомена, либо корень сайта. И название... А, вот он. То есть куда будет распаковано. И нажимаете Экстракт. Я сейчас не буду нажимать, потому что у меня уже распакован. Вот у меня распакован этот файл, этот архив. Если я на него перейду. Здесь много разных файлов. Теперь дальше. Как же это все использовать? Переходим на файл, на сайт с нашей библиотекой. Значит, что здесь надо? Здесь даже инструкция есть. Так, например, начать. Начать. Да, в разделе начать. Я не буду переводить на русский язык. Лучше прочитать здесь на английском. Значит, здесь несколько вариантов нам предлагают. Первый вариант с сервиса EDSET. Но я вам скажу, что этот вариант не проходит. Потому что почему-то там на сервисе не загружена библиотека. И второй вариант, Default CSS. То есть по умолчанию. Вот этот вариант я как раз и использовал. Сейчас я вам показываю. Что здесь означает? Это означает, первый шаг. Мы копируем сам архив в нужную директорию. Дальше. На самом сайте, в теле сайта. То есть сразу после слова hit, после тега hit, надо прописать вот этот линк. Что этот линк означает? Это означает ссылочку, где находится файл именно вот этот. То есть вот этот файл заканчивается CSS. То есть фонд amsv.win.css. Значит, как узнать, что этот файл именно наш? Так. Значит, проверяйте. То есть название самой папки. Дальше CSS. Дальше фонд вот этот. CSS. Дальше. Фонд min.css. То есть вот этот файл. То есть надо в самом теле сайта указать именно ссылочку, путь на этот файл. Значит, как это сделать? Вот я перешел на этот файл. Теперь правой клавишей щелкаю. И, например, копия нажму. Дальше. Здесь у нас ссылочка уже есть. Вот она внизу. Но это будет именно на папку CSS. Она нужна вместе с файлом. То есть файлом получается вот это. Так, так как у нас будет в корне код домена, значит, до названия вашего код домена. Вот это копируете. Здесь можно нажать cancel. Дальше. То есть у нас получается вот это окончание. Теперь надо подготовить эту ссылочку. То есть фонд CSS, фонд вот этот. Вот это вот, вот это вот, вот это. Паттю фонд. И косую черту. Вот так сделаем. То есть у нас есть в интернете абсолютные ссылки и относительные ссылки. Значит, что такое абсолютная ссылка? Абсолютная ссылка, те, кто не знает, это ссылка полностью вашего URL. То есть вот, вот это будет абсолютная ссылка. Вот это будет абсолютная ссылка. Вот это будет абсолютная ссылка. То есть, к примеру, абсолютная ссылка у нас начитается с протокола HTTP, двоеточие, два слыша и так далее, то есть полностью URL. А относительная ссылка, это ссылка уже начинающаяся с корня нашего сайта, где он находится на хостинге, и заканчивается названием самого файла. То есть, вот в данном случае будет из корня. Почему так? Еще раз вернемся. Значит, вот он сам файл находится. Значит, здесь паблик HTML, это то, что будет публично в интернете показано, то есть к этой папке. Дальше, DOMLAND, это название под доменом, а дальше уже находится сам сайт. То есть, вот это будет уже корень сайта, то есть уже в корне данного сайта. То есть, одна папочка это будет фонд AMSO в 4.2.0, а дальше еще одна папочка CSS, и в этой папочке CSS уже находится вот этот файл. И вот это все вместе, начиная от вот этого слэша, это как раз и будет относительный адрес. То есть, вот этот. И вот этот адрес нам нужно собрать вот вместе с вот этим линком. То есть, я сейчас соберу. Звук пропал. Что ж, такое. И видео. Так, еще раз. Встановлю стоп. Так, может у нас с интернетом что-то. Интернет в воде есть. Так. Ага. Сейчас слышно меня? Вот, слышно. Индикатор есть. Так, видео. И видео должно работать. Поставьте виничку, если видео и звук. Замечательно. То есть, смотрите, я скопировал вот этот линк. И в этом линке надо изменить вот этот, между, между, видео нет. Так, еще раз. Нажму стоп. Еще разок. Сейчас должно быть видно. Поставьте виничку. Иди... Так. Нету, да? Так, тогда еще раз сброшу. Поставьте плюсики, если видно. Так, хорошо. Значит, друзья, в общем, надо скопировать вот этот линк и его подредактировать. Значит, как его подредактировать. Вот я его скопировал. Мы делали ссылочку на сам файл. Вот этот CSS. Значит, вот этот файл... Вот, вернее, вот эту ссылочку на файл нужно разместить между вот этими кавычками. Вот одна кавычка и вот эта кавычка. То есть, посередине вот это все выделяем, удаляем и вставляем вот так. И после этого вот эту ссылочку надо разместить в теле самого сайта. Значит, чтобы у вас... А, теперь такой момент. Еще тут хитрый есть. Значит, чтобы у вас вот эти иконочки, вот эти иконочки работали на всех страницах, значит, нужно разместить в корне сайта. Сейчас я вам покажу, где это сделать. На втором шаге в сайт-билдере. Сейчас перейдем. На втором шаге в самом низу с левой стороны нажимаете сайт-пропертис. И здесь есть... Так, по-моему, редактировать текст-шапки. То есть, edit-hit. Так. Вот так я увеличу. Значит, здесь у меня уже он где-то прописан. Вот он. Вот этот линк, style sheet, и вот этот href, и вот эта косая черта, то есть, ссылочка на тот файл, то есть, где он находится на самом хостинге. В корне самого сайта. То есть, вот эта ссылочка, это как раз подключенная библиотека. Которая нам позволит делать разные красивенькие иконочки. Все. После того, как мы вот здесь прописали, значит, нажимаете кнопочку обновить и нажимаете закрыть. Да, теги тоже здесь. Но здесь теги уже пишутся на весь сайт, как бы. То есть, у нас есть теги на каждую страницу, а есть теги, как бы, на сам сайт. То есть, получается, еще теги здесь можно прописать. Это ключевые слова здесь, мета-описание. А другие встроенные, как раз, для подключения всевозможных там библиотек, я так понял. Ну, по крайней мере, проковырялся, разобрался, но это работает. Нажимаете обновить и закрыть. И после этого нажимаете вот эту кнопочку update. Так, теперь дальше. Как же нам надо будет использовать именно подключение вот этих кнопочек. Иконочек, вернее. Значит, переходим на этот же сайт. Значит, example, то есть, примеры. Кликаем. Значит, перед теми словами, которые нужны, вам нужно будет в HTML-коде вставлять соответствующие теги. То есть, примеры. То есть, вот эта кнопочка, чтобы отображалась возле слова, надо использовать вот этот тег. То есть, у вас слово, допустим, и так набрано. Вот, допустим, вот здесь у меня набрано Skype, со ссылочкой на скайп. А рядышком находится вот этот тег. Вот этот тег. То есть, он такой составной. То есть, получается, сама картиночка вот эта, она имеет название фа-камера-ретро. И вот здесь она так и показана. Фа-камера-ретро. Между кавычек. Если нам нужна другая картиночка, значит, она будет по-другому называться. Теперь дальше. Размеры этих картиночек. Есть LH, это чуть-чуть больше. 2H, это больше в два раза. 3H, 4 и 5Х. Соответственно, чтобы вот это все прописать, мы указываем еще название. LH, это будет чуть-чуть больше, чем оригинал. 2Х и так далее. То есть, по примерам можно тут понять, как это работает. Значит, здесь как бы сделано в менюшке в самой. И здесь пример, как сделать именно, чтобы в меню было. То есть, вот, используется вот этот теги. То есть, фа-пенсил, пенсил. Вот он, пенсил. Значит, фа-кох, гох, это вот этот. Фа-хом, это хом, домик. И так далее. Лист иконочек и так далее. Вот такие иконочки, если нужны. Значит, в фа вписываем вот этот фа-фа-лефт. То есть, left это... А, вернее, здесь оно получается pullRight, это с правой стороны от текста. PullLeft, это с левой стороны от текста. Либо фа-бодр, это значит примкнутое к тексту. Вот сюда этот вставляем. А, фа-бодр, это означает вокруг иконочки границу. То есть, еще вставляем фа-бодр. И так далее. Значит, вот эти названия иконочек, где мы их берем? Здесь, вверху иконки есть слово. Нажимаем. Так, сейчас переводчик отключу. Отключить перевод. Значит, выбираем нужную нам иконочку. Вот они как раз и есть. То есть, фа-елт, фа-тти и так далее. То есть, фа-бок. То есть, прям пишите вот эти названия и собираете тот тег, который нужен. Теперь дальше. Давайте, как это устроено у меня на сайте. Я возьму источник. Открываем. Значит, вот он. Е-М класс. Фа-фа-скайп. И чтобы иконочка скайпа была чуть-чуть больше, чем оригинал, еще дописал фа-л-дж. То есть, возьмем вот здесь же, по экземплу. Так, то есть, то есть, то есть, вот эта фа первая остается. Вот здесь пишется само название иконочки. И размер иконочки. Фа-л-дж. То есть, фактически вот она. Вот. Здесь вы заметите разницу. Есть отличия. Вот эта Е-М у нас, получается, Е-М стоит вместо буковки Ай. По большому счету, это одно и то же. Что Ай, что Е-М. Это означает там типа курсив. Ну, в общем, такой тег есть. Не буду вдаваться в подробности. У нас система автоматом букву Ай изменит на Е-М. Поэтому, вот так копируете, как есть. Вставляете в нужное место вашего текста. Вот так. И заменяете название вот этой иконочки на нужное название иконочки, которое вам нужно. Иконы, вот это название иконочки, выбираете в разделе иконки. Вот кликаете и выбираете. Вот оно название. То есть, кликнули на нее. Идемки с этим переводчиком. То есть, если мы кликаем на иконочку конкретную, тогда у нас показано, во-первых, какие размеры бывают, и само содержимое. То есть, вот. То есть, это, допустим, иконочка MasterCard будет. То есть, принцип понятен, я думаю. Откуда чего брать. Так, естественно, я это удаляю. Так, теперь дальше. Если мы... Значит, после этой иконочки надо сделать пробел. Пробел у нас отображается в виде вот такой комбинации сингла. А дальше идет название ссылочка на Skype. То есть, Skype у нас пишется вместе с ссылочкой вот таким способом. То есть, ну давайте я вам сейчас полностью эту строчку издам. То есть, как есть. Можете посмотреть содержимое. Ага. Так. Значит. После подключения вот этой иконочки, вот одна иконочка, это будет иконочка Skype. Вот это FaPhone, это иконочка телефона. Значит, вот здесь FaEnvelope, это иконочка, соответственно, где она тут... Иконочка вот этой почты, письма. То есть, таким образом можно подключить и разные иконочки в нужных местах сайта. Дальше ставите пробел. Пробел это вот это абракадабра. И дальше идет ваш текст, перед которым стоит эта иконочка. Значит, в данном случае у меня расположены три ссылочки. То есть, Skype, телефон и мейл. Значит, вот этот мейл, вот Наталья Громова спрашивала, как сделать на хостинге, на нашем почту. Вот как раз сделано на нашем хостинге. Сейчас я с этими иконочками расскажу и перейдем на почту. Так. Так, так, так. Значит, ссылочку, как сделать, чтобы она была кликабельной. Допустим, вот человек может кликнуть на Skype и откроется Skype. Это очень удобно. Это работает как здесь. Это работает также на конструкторе Uweb и на других сайтах. То есть, HTML коды, они везде работают. Значит, чтобы сделать кликабельное, нужно прописать... Я вам сбросил вот этот тег. Значит, вот это Ahref, это означает ссылка. Дальше Skype. Дальше здесь вместо Чураков Сергея это ник Skype. Вы убираете ник мой, вставляете ник свой. И вот здесь следующее такое же название, ника. Это название, которое отображается на самом сайте визуально. Значит, с телефоном, соответственно, с телефона должен быть тег прописывать и тел, двоеточие, плюс. Значит, вот это я вам тоже сброшу. С телефоном. Так, вернее, сейчас полностью вот этот адрес сброшу. Сейчас вот так сделаем. С адресом, с mailto. Адрес, адрес, фонд, стиллач. Так. Вот, с текстом. Значит, полностью я вот это сбросил. Код. Ох, какая там куча. Так, давайте сделаем вот так. Вот так разделю. И еще раз сброшу. Вот. Так будет лучше. Так, значит, сделаю по ширине. С почтой. В почте у вас должно быть написано mailto, двоеточие, дом и ваша почта. Ваше название почты. И визуальное отображение между тегами окончания тега на ссылочку и тегом начала ссылочки. Так. Теперь дальше. Что еще такого особенного здесь? Так, это есть. Значит, вот эта ссылочка, вот эта полосочка, как я ее сделал. Значит, полосочка у нас отображается, так, там вернется. Переходим в режим проект. Значит, вот она полосочка. Значит, кликаем на слово. И вверху вот эта полосочка. Вставить, редактировать за користотальную линию. Вот так кликаем. Ширину указываем. Ну, я указывал не 100%, я указывал 80%. И высоту 2 пикселя. Дальше. Цвет полосочки. Нажимаете на цвет. И выбираете цвет полоски, который вам нужен. Нажимаете ОК. Дальше стиль. Ничего тут не меняется. Дальше. Выравнивание. Выравнивание по центру, по левому краю. То есть, будет полосочка, соответственно, смещенная. Дальше. Можно еще здесь выбрать, либо в пикселях, либо в процентах. И нажимаете Вставить. То есть, получается вот такая полосочка. Так, еще элемент такой интересный. Значит, вот этот элемент. Подписка на канал на YouTube. Так, это значит вставленный HTML код. И там нужно просто указать название канала. Сейчас я открою. Значит, название канала, где он у нас находится. То есть, YouTube, User, дальше. Вот здесь идет название канала до знака вопроса. То есть, вот это. Вот это название мы копируем. И дальше вставляем выточнил код. Значит, вот здесь код. Сейчас я найду. Так, берем источник. И переходим в HTML код. Так, iFrame. Так. Вот это. Сейчас я вам скажу. Получается, вот это. Вот это. iFrame.Div. Так, получается вот этот код. Вот этот код, он как раз отвечает за создание такого виджета, подписной формы на канал YouTube. Так, значит здесь, если вы хотите на своем сайте сделать подобную подписку, вот в этой строчке HTML, YouTube, Subscript, Widget, Вопрос, Равно. После знака Равно вы пишете название своего канала. То есть, у меня, допустим, OurDomLand. То есть, вот он. Здесь OurDomLand. То есть, вот это скопировали. И вот здесь заменили. Дальше. Что здесь еще можно подредактировать? Размеры. Width – это ширина в пикселях. И высота в пикселях. То есть, вот это можете подредактировать. Так, тоже скопируем. И он, да. Так. Так. И вставить. То есть, можете пользоваться. Так, поехали дальше. Какой-то элемент. Так. Мы уже два часа от этого заменались. Так. Социальные кнопочки. Ну, давайте попозже расскажу. Сейчас перейдем в электронную почту. Значит, чтобы нам пользоваться созданием электронной почты на нашем сервисе, значит, переходим на C-панель, раздел «Почта». Кликаем. Значит, здесь «Почтовый аккаунт». Нажимаете. Пишите вот здесь «Электронная почта». То есть, будет у вас электронный ящик такого уровня. Ваше название какое-то, собачка и окончание вашего домена. Либо там можно сделать еще и в поддомене. Но это уже неудобно. Значит, пишите, допустим, вот так. «Тест». Здесь пароль. Вы можете придумать сами в весте и повторить. А можете воспользоваться генератором пароля. Генератор пароля. Здесь можно генерировать сколько хотите. Выбрали там, который вас привлекает, пароль. Ставите галочку здесь. Выделяете, копируете. Ну, естественно, надо будет это все сохранить. Потому что, чтобы запомнить такую абракадабру, не каждый может. Использовать пароль нажимаете. Все. Пароль очень надежный. Тест. Дальше, значит, квота почтового ящика. 250 мегабайт можете оставить по умолчанию. Можете побольше написать, допустим, вот, 550 мегабайт. Можете поставить галочку «Неограничение». И нажимаете кнопочку «Создать ученую запись». Ошибка. Ошибка по той простой причине, что у меня такое почта уже есть. Не может быть два одинаковых названия. Я напишу тогда «Тест 1». Нажму, допустим, генератор пароля. Там что-нибудь. Ну, вот такое, допустим, скопировать. Использовать пароль. И нажму, допустим, «Неограничение». Создать учетную запись. Значит, и в итоге мы здесь получили почту. Где-то тут «Тест 1» будет. «Тест». А, уже вторая страница тут. Вот, «Тест 1». То есть при вас я сейчас сделал почтовый ящик на сервисе нашем. Дальше. Здесь вы можете изменить пароль. Если, мало ли, забыли пароль. Тут не надо как-то восстанавливать. Тут просто генерируете пароль и все. Восстанавливать его очень просто. Дальше. «Изменить квоту». Квота – это количество занимаемого места. Можете удалить. Теперь дальше. Как сделать доступ? Нажимаете «Моры». «Доступ к веб-почте». «Настройка почтового клиента». «Доступ». И здесь ввести пароль для почтового ящика. Сюда кликаете. Пароль я скопировал и вставляю. Нажимаете «Имя входа». Дальше. Что здесь есть? Значит, три программы для работы с почтой. «Форды», «Раунку», «Сквайр Мэл». В принципе, они работают идентично. На вкус и цвет попробуйте и каждую из них. В принципе, одно и то же. Это фактически, как мы заходим все на gmail.com, точно так же можно заходить на «Форды», «Раунку» и «Сквайр Мэл». Работает идентично Google. Сейчас я вам покажу более подробно. Теперь дальше. Что можно сделать? «Сменить пароль», «Параметры пересылки», «Автоответчики», «Настроить почтовый клиент». «Параметры пересылки». Что это означает? У вас может быть здесь до 50 почтовых ящиков сделано. Естественно, на каждый почтовый ящик заходить – это муторно. И письма, которые туда пришли, вы можете не своевременно как-то ответить. И потенциальный партнер просто уйдет. Поэтому я делаю проще. Я делаю просто пересылку на свой основной почтовый ящик. У меня основной почтовый ящик на gmail. Вот здесь поэтому можно написать почтовый ящик. То есть пишите, ну, допустим. И нажимаете «Выполнить». Так, ничего. У меня что-то ошибся. А, для текущего домена не настроены пересылки. А, это «Найти». Я не туда уже нажал. Видимо, не устал. Значит, вот здесь нажимаете кнопочку «Добавить пересылку». Значит, здесь написано «Адрес». Вся почта, которая будет поступать сюда, на этот адрес, будет пересылаться по адресу, который вы укажете. Укаживаете свой адрес, нажимаете «Добавить пересылку». Все. И нажимаете «Назад». Дальше. Автоответчики. Если вы используете пересылку, то автоответчик у вас работать не будет. Без пересылки автоответчик включается и работает. Значит, как настроить автоответчик? Нажимаете «Добавить автоответчик». И здесь пишите «Интервал часов». То есть, ну, допустим, можете оставить по умолчанию, можете, допустим, какое-то количество часов. Зачем это нужно, я вам не могу объяснить на данный момент. Дальше. Электронная почта. При поступлении на эту электронную почту будет письмо «От». Здесь указываете, допустим, название «От кого». Дальше. Тема. Тема указываете, можете, допустим, вот это взять. Тема сообщения, отправленного на автоответчик. Взяли и вставили. То есть, тот человек, который будет присылать письмо, он указывает тему. И та тема будет обратно отображена в виде вот этого субжекта. Это значит, ну, то же самое название темы будет дублировано. Дальше. Можно в виде сообщения содержится HTML-код, можно убрать. Как хотите. Дальше. Здесь есть фишка такая. Довольно-таки удобно. Если, допустим, человек знает заранее, что в какой-то период времени, в будущем, он, допустим, уезжает в командировку. И он точно знает, что не сможет обращаться, смотреть почту и ответить на почту. Тогда можно настроить, конечно, автоответчик. Естественно, вы берете пересылку почты и указать дату. То есть, этот автоответчик будет включен. Ну, допустим, вы указываете дату своей командировки, допустим, 31 августа. И когда вы приедете. Либо никогда, либо, допустим, приедете, ну, допустим, указали 11 сентября. Все. Значит, вот в этот период времени этот автоответчик будет работать. И вас, скажем, за вас, как секретарь, работать. То есть, вы можете здесь написать в стиле сообщения. Здравствуйте, допустим, я сейчас отсутствую, приеду, отвечу после, допустим, 11 сентября. И все. И все письма, которые будут поступать на данный почтовый ящик, они будут отфутболивать адресатом соответствующий текст на полном автомате. И, естественно, надо нажать кнопочку «Задать и звонить». Так, поле-интервал должно быть положительным целым числом. Поле должно положительным целым числом. А, то есть, надо заполнить. Он говорит «Здравствуйте», например. И вот так вот. «СССР», «СССР» еще здесь. Все. Запомнили. Автоответчик был успешно создан. Нажимаете «Назад». Естественно, я еще раз напомню, чтобы работал автоответчик, параметры пересылки нужно отключить. Иначе автоответчик не сработает. Дальше. Настроить почтовый клиент. Еще такой интересный момент. Если вы используете доступ к почте через программы, допустим, Outlook, либо через Mozilla Tenderblog, либо Camel, либо все существующие программы для получения почты, то, соответственно, вот здесь вы можете взять соответствующие коды и внести в ту программу. Здесь все расписано. Можно почитать спокойно и разобраться, как это работает. Так, нажимаю «Назад». Теперь дальше. Фильтрация электронной почты. Так, здесь я что-то разбирался. В общем, не понял, зачем это нужно. Ну, скорее всего, нужно. По умолчанию я там лучше ничего не трогать. E-mail трассировка – это означает проверку почты. То есть она либо работает, либо не работает. Доставляются письма, либо не доставляются. Пишите адрес электронной почты, нажимаете «Выполнить» и система выдаст. Либо есть доступ к почте, либо нет. Теперь дальше. По программам. Ну, на мой взгляд, мне удобнее оказалась вот эта программа «Хорды», хотя использую и другие. Нажимаете «Хорды», например. Сейчас я каждую покажу, посмотрите. Открывается программа «Почтовик». Она на русском языке по умолчанию идет. Здесь папка «Входящие». То есть письмо, письмо, которое пройдет на данные e-mail, здесь будет отображено. И также, ну, фактически то же самое, что и в гугле. То есть адресная книга. То есть можно добавить адресную книгу. Так, тут еще поиск. Еженедельник тут есть. Можно расписание себе придумать на каждый день, на каждое время. Много настроечек, на самом деле. Так, раздел «Задачи». То есть фактически как ежедневник, можно сказать. И задачи тут расписываете. Заметки тут можете указать. Но тэпад здесь уже встроенный. Здесь есть настроечки. Много настроечек, поэтому подсказки тут есть. Много чего. Так, вернусь назад. Если воспользоваться RoanCube, здесь будет точно тоже что-то подобное, но немножко по-другому. Точно так же на русском языке. Папка входящий, черновики, спам, корзина. Здесь можно также написать текст сообщения, кликнули. Кому. Тему пишите, содержимое. Допустим, добавить вложения. И нажимаете. Вот. Открыть в новом окне, изменить данные, ответы. Вот кнопочка «Отправить». Дальше. Раздел «Контакты» есть. Раздел «С настройками». То есть фактически то же самое. И аналогичным способом работает SquireMail. SquireMail. Единственное, да. При SquireMail по умолчанию он идет на английском языке. Нужно сменить язык. Значит, где это сменить? Где это сменить? Сейчас я вам скажу. Вот раздел «Options». Так. Дисплей. Дисплей. «Language English» меняете на «Russian». И нажимаете «Согнить». Все. После этого все становится на русском языке. Папка «Inbox» это входящие. «Default» по умолчанию. Но это в общем все папочки. И здесь много-много всяких настройщиков. В общем, вот такой у нас серьезный сервис по работе с почтой. Это я только вот эту часть рассказал. Так. Да, пожалуйста. Вот. Многие об этом даже и не догадывались, как я понимаю. На протяжении уже сколько лет. Четвертый год в компании. Сейчас еще раз войду. Значит, это я вам рассказал раздел «Почтовые аккаунты». То есть малость из раздела «Почта». Тут есть еще много всего. Это надолго, скажем, по почте. Так, друзья. Мы с вами находимся уже 2 часа 20 минут. Думаю закругляться. Значит, по этому сайту мы не рассмотрели раздел «Как, допустим, вот эти социальные кнопочки добавить». Как вот эти кнопочки добавить? Так. Как добавить вот эти кнопочки? Как добавить группу ВКонтакте? Группу в Фейсбуке? Как сделать автоматическое включение ролика при запуске сайта? И как сделать так, чтобы по окончании просмотра ролика не выскакивали другие ролики? То есть там прописывается специальный код. Потому что если вы сделаете, когда у вас включает, ну по окончании ролика, то есть потенциальный клиент посмотрел и видит там другие ролики, он, естественно, перейдет и начнет там смотреть чего-то. Дальше. Вот эти комментарии ВКонтакте, комментарии на Фейсбуке и комментарии Дискусс. В общем, давайте вот эти моменты теперь разберем уже завтра. Дальше. Кнопочки вот эти, как их установить и как сделать кликабельными? Тоже рассмотрим завтра. Завтра в это же время, в 8 часов, либо в другой день, как хотите. Давайте проголосуем. Кто говорит, кто хочет завтра, ставьте, допустим, единичку. Кто в другой день, значит в другой день. Завтра. Хорошо, давайте тогда завтра в 8 вечера по этой же ссылочке. Это тоже будет часа на два, назначено с этими кнопочками. Значит в этих кнопочках надо будет регистрироваться. Хорошо, друзья. Запись. Запись идет. Запись я сделал. Замечательно. Тогда давайте до завтра. До завтра. До завтра. Продолжение следует...